Всем привет, меня зовут Катя Шингеля и сегодня мы разберем шоэт и поп-шоэт, их различия, главные лайфхаки и поговорим об ошибках. Итак, различия шоэта и поп-шоэт, тут все в словах понятно, поп это щелчок, то есть обычный шоэт, он в основном крутится по земле, поп-шоэт делается щелчком. Чтобы сделать поп-шоэт, вам нужно сначала разобраться с Олли, обязательно посмотрите наш предыдущий выпуск How to Olli. Про постановку ног. Передняя нога ставится перед передними болтиками, задняя нога ставится на tail, в самый край ставить не обязательно, такой позиции достаточно. Перед тем, как начать делать трюк, не заваливайте пятку передней ноги, чтобы у вас переднее колесо не отрывалось. Это, кстати, касается ошибок, то есть вес надо разместить в центре доски. За центр мы берем среднюю часть доски, центральную, чтобы она никуда у вас не прогибалась. Выровняли. Перед тем, как начать прыгать с поп-шоэтом, уделите отдельное внимание задней ноге и научитесь подкручивать доску. Следующий момент, вот в этом подкручивании, вам нужно добиться того, чтобы доска крутилась вокруг своей центральной оси, то есть полностью просто менялся tail с ноузом. За ошибку у нас будет считаться, если у нас будет доска крутиться вокруг задней подвески, то есть вот таким образом. Тогда у вас доска просто не будет долетать до передней ноги, а вам важно протолкнуть tail к передней ноге. Для этого вам нужно не просто щелкать вниз и подкручивать ее, а нога идет наискосок к пятке передней ноги. Но когда вы тренируете ногу на месте, ваша нога должна идти вот здесь, чтобы не влепить себе по ноге. После того, как вы разобрались с физикой, попробуйте встать на доску, подщелкнуть, сделать такое же движение ногой. Без доски оно должно выглядеть так. Передняя нога просто расслабляется и зависает, ждет доску. С задней, отпрыгивая, вы делаете такое движение. Чтобы понять, правильное ли вы движение делаете задней ногой, попробуйте положить камешек, и он должен улететь по вот такой траектории. Он улетел. Он улетел, но он обещал вернуться. После того, как вы дали понять задней ноге, что же делать, пробуйте подщелкнуть и поймать передней ногой задние болтики. Пробуйте до тех пор, пока вы четко будете понимать, с какой силой, с каким толчком вы делаете подщелк, чтобы доска прилетала постоянно задними болтами в вашу переднюю ногу. После этого вы можете пробовать приземлиться на доску. После этого вы уже можете пробовать разбирать на ходу и также подбираться к самому поп-шу эту. То есть, поехали, поймали в переднюю ногу. В этот момент старайтесь догонять плечами доску. То есть, если вы ощутили вес на доске, то все, это вы, считай, будете делать поп-шует, но комплай. После этого пробуйте поймать двумя. Если вы хотите сделать поп-шует, а не поп-шует, вам нужно протолкнуть тейл к передней ноге чуть порезче, до того момента, когда тейл коснется пола асфальта. Как маленький лайфхак, в шовете можно обхватить большим пальчиком, грубо говоря, край доски, чтобы упор на доску был вот здесь, как будто сбоку. Прям зачерпнуть его, протолкнуть к передней ноге. И еще немного об ошибках поп-шуета. Если на поп-шует вы ставите ногу, как на шовет, и будете щелкать, то, скорее всего, доска просто подкрутится. При этом, ваш тейл касается в момент щелчка вот этой точки. А чтобы доска летела ровно, нужно достать до пола центром тейла. И еще одна из главных ошибок при поп-шуете – это ваши плечи. Когда вы думаете, что дополнительным движением вы подзадите большую инерцию и откидываете ваше переднее плечо назад. Важно знать, что за этим нужно следить, потому что ваша передняя нога будет всегда стремиться встать туда, куда вы двигаете свое переднее плечо. Для этого уделите отдельное внимание вашему переднему плечу. Позаставляйте себя не выдергивать переднюю руку назад. По сути, плечи нужно держать ровно. Следите за плечами, катайтесь, любите скейтбординг и приходите в скейтбординг.